Вопрос номер раз. Ваша собака никогда не убегала? И вы железобетонно уверены, что никогда не убежит? Но в жизни чего только не бывает, даже то, чего никогда не может быть. И сразу вопрос номер два. А у вашей собаки свой собственный адресник есть? Ну вот. Мне кажется, вот вы сейчас это не просто продвигаете, а для вас это живая тема. Это абсолютно живая тема. Начну с событий буквально прошлой недели. Я шла в магазин, ехала на машине и увидела, как по проезжей части бегает собака. Абсолютно домашняя, абсолютно ухоженная, абсолютно растерянная. Я выхожу из машины, останавливаюсь, выхожу из машины, ее подбираю. Нежнейшее создание, такса, молоденькая, абсолютно растерянная. Она бегает по проезжей части, мечется, она не понимает, как себя вести. Я ее забираю. Потеряшка. Она потеряшка, да. И таких масса. Дальше следующие шесть часов своего времени здесь в магазине. Я написываю в социальные сети. Я занимаюсь поисками хозяев этой собаки. К счастью, к вечеру все закончилось. По 12 вечера собака была у хозяев. Но это стоило невероятных сил. Поэтому я снова поднимаю тему и снова во всех своих аккаунтах на этом примере еще раз сказала. Пожалуйста, наденьте адресники на своих собак. На адресники написана... Кличка собаки, да? Вот как здесь. Кличка на другой стороне номер телефона. Если бы на этой собаке, которая потерялась, был номер телефона, ну, кличка это не так важно. Да она через полчаса была бы дома. Она бы через полчаса была дома. И не было бы нервов. Ни для нас, ну, по собаке я уж не говорю, ни для хозяев, которые искали ее и ночь, и день. А почему, почему, Алена, происходит так, что именно вот этой важной составляющей общения хозяина с собакой не придается должного внимания? Ведь это не трудно. Это абсолютно не трудно. И я не понимаю, почему... Это культура. Это культура. Это культура. Потому что особенно это все, если собака живет, скажем, не одели ошейник, вышли гулять, да? Ну, там хотя бы на ошейнике напишите. Ладно, не надо адресников. Ну, хоть на ошейнике пишите. Так ведь это не делают. А если собака в загородном доме, предположим? То есть она бегает там, скорее всего, без ошейника, без поводка. И она, это же собака, у нее инстинкт, и она выбежала, и она любопытная. Это собака, это нормальное ее поведение. Если на ней есть адресник, ее тут же соседи вернут домой. Если нет, не факт. Она может убежать куда-то дальше. Тогда не будет вот этих стенаний. Причем я хочу еще сказать очень важный момент, который тоже многие не понимают. Можно написать телефон на ошейнике. Но дело в том, что собаки очень часто выворачиваются из ошейника и убегают. И тогда она снова не защищена. Это абсолютно не важно, какой он будет, пластмассовый, металлический или какой угодно. Нужно надевать отдельно вот такая вот ниточка есть, называется паракорд. Это альпинистское материал. Он очень прочный, он никогда не разорвется. Нужно, чтобы адресник был на этой веревочке и отдельно от ошейника. Если собака вывернулась из ошейника, на ней осталась эта веревочка, а собака эту веревочку не чувствует, она очень легонькая. Вот. То есть ее можно вообще не снимать. Мы всегда спрашиваем, а адресник у вас есть? И вы знаете, в 80% люди нам говорят, а что это такое? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова